МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Приветствую! Вы смотрите Космическую среду. В этом выпуске об уникальных событиях отрасли и новых достижениях в отечественной космонавтике. Более 2,5 тонн груза, включая 1600 кг оборудования и материалов, отправлены на Международную космическую станцию грузовым кораблем «Прогресс МС-19». В его отсеках также подарки экипажу, в том числе ко дню рождения космонавта Роскосмоса Антона Шкаплерова. Командир Международной космической станции отпразднует его 20 февраля. Двигатели 1 и 2 ступени работают нормально. Прошедший пуск стал юбилейным, 50-м, для ракеты «Союз-2.1а». Автономный полет к станции проходит по двухсуточной схеме, а стыковка к модулю поиска российского сегмента запланирована на 17 февраля в 10 часов 6 минут. Кроме того, в грузовом отсеке находятся шесть малых космических аппаратов разработки НИИ Космического прибора строения Роскосмоса и Юго-Западного государственного университета. Они предназначены для запуска с борта МКС во время выхода в открытый космос наших космонавтов. Все подробности и детали в наших дальнейших выпусках. С проектом «Цифровая Земля» дочерней компании Роскосмоса «Терротех» ознакомились заместители председателя правительства России Виктория Абрамченко и Юрий Борисов. Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин обратил их внимание на работу лаборатории искусственного интеллекта в структуре холдинга «Российские космические системы». Ее специалисты тематически обрабатывают и анализируют данные спутниковых снимков и параллельно обучают нейросети для извлечения новых знаний и создания прорывных сервисов. Продвинутая система актуальной аналитики позволяет говорить о цифровой земле как о фабрике по отработке задач в системе государственного управления. Например, космические данные используют для пресечения незаконной вырубки лесов. Эти наблюдения незаменимы в сфере предупреждений и отслеживания развития чрезвычайных ситуаций, пожаров, наводнений для мониторинга территорий и природных ресурсов навигации в Арктике. Чтобы все задачи выполнялись качественно и в срок, российскую орбитальную группировку необходимо серьезно увеличить, считают правительствием. Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин и губернатор Челябинской области Алексей Теслер обсудили совместные проекты госкорпорации с научными центрами региона. На Урале сегодня ведется работа по созданию двигательной установки для возвращаемой ракеты. Ключевым участником НИРа является предприятие Роскосмоса Государственный ракетный центр имени академика Макеева. Здесь речь идет именно о том, что вообще фактически возвращать полностью носитель обратно на землю и многократно его использовать. Предложение действительно было оценено нашими главными научными институтами, которые побывали здесь у вас в гостях. Это и СНИИ машиностроение, это и наш ведущий институт, который занимается ракетным двигателем строениями, передовой и мировой институтом, это центр Келдыша, другие наши коллеги. Работа носит абсолютно уникальный смысл, потому что если реализовать данную идею двигателя, который сегодня разрабатывается между Юргой и Гарцием Макеева, то это принципиально новый подход вообще к многократному использованию ракет-носителей и космической техники. Другой темой беседы стало развитие Усть-Катавского вагоностроительного завода. В Челябинске идет строительство скоростного подземного трамвая, так что потребности города в вагонах будут только расти. Кроме того, заказы на космические трамваи поступают из других регионов, поэтому в Челябинске уже обещали поддержать модернизацию УКВЗ. Бразильские образовательные каналы присоединились к распространению ТВ-программ через российский спутник связи и вещания «Экспресс-АМ-8». Сервис охватит более 40 миллионов жителей в трех крупнейших штатах страны. В латиноамериканском регионе бразильские компании являются приоритетными для государственного предприятия «Космическая связь», отметил генеральный директор спутникового оператора Алексей Волин. Дальнейшими планами компании он поделился с нами в одном из интервью. Мы уже сегодня работаем более чем в 50 странах мира, оказывая тому слугу. На сегодняшний день мы охватываем почти 70% земной поверхности. Планируем увеличить этот охват, в том числе, кстати, и при помощи «Экспресс-РВ», разработки которых сегодня идет речь, о которой мы уже максимально близко подошли. Количество стран и количество территорий будет увеличено. Спутники серии «Экспресс» создаются и изготавливаются на базе универсальной платформы компании «Информационные спутниковые системы» имени академика Решетнева Роскосмоса совместно с французской компанией «Талес Оленья Спейс». В Комитете ООН по космосу высоко оценили прогресс в деле создания регионального центра подготовки в области космической науки и техники на базе Корпоративной академии Роскосмоса. Особенность Евразийского космического образовательного центра в том, что он объединяет целую сеть высших учебных заведений, расположенных как в европейской, так и в азиатской части России, имеющих высокий мировой рейтинг. Также концепция центра позволяет не только расширить спектр образовательных услуг, но и улучшить логистику для потенциальных партнеров и слушателей. Больше тысячи сотрудников Роскосмоса и членов их семей поддержали всероссийскую гонку «Лыжня России». В Циолковском на космодроме «Восточный» соревнования прошли сразу по десяти возрастным категориям. При этом самой юной лыжнице оказалось пять лет, а самому старшему участнику больше восьмидесяти. Участвую третий раз. В прошлые разы участвовал очень давно. Решил возобновить карьеру, побежать опять. Атмосфера, конечно, дружественная. На трассе-то конкуренция, конечно же, это свое. Ну, а в целом все дружественно. Команда лыжников центра Хруничева в этом году собралась на площадке Олимпийского учебно-спортивного центра в Химках. Среди сотни участников 10-километровой гонки работники всех подразделений московской площадки предприятия, КБ «Салют», Головного офиса и Ракетно-косимического завода. На этой фотографии марсианской поверхности при пристальном рассмотрении у обрыва, прорезающего кадр, видны признаки движения геологических материалов. Легко заметить несколько валунов, упавших с обрыва и оставивших углубление в мягкой породе. Снимок сделан камерой Кассис на борту орбитального аппарата «Трейсгаз-орбит» российско-европейской миссии «Экзомарс-2016». На фото запечатлен срез с говорящим названием «Лабиринт ночи». Скальное образование состоит из приподнятых хребтов и плато, образовавшихся в результате тектонических процессов, иссякавших поверхность планеты. И на этом все. До встречи на информационной волне Роскосмоса. В космосе и на Земле. Редактор субтитров А.Семкин